сзади налить давай дорогой расти большой идет идет так тяжело это на линии вот вам и 20 февраля всех праздником мужики всем здоровья всем крепкого здоровья и хорошего жизненного пути что у нас тут по погодке погодка ветерочек поднялся ночью был мороз решили где-то себе там облюбовать новый стан только такой щеку да не знаю что там по пояс снега что-то копались копались но вроде бы вылезли благодаря лопате ну ну вот же стан пусть тут рыбачит живут здесь нет поехали новое место ковырять ну ковыряйте кому делать нечего а мы на рыбалку всем добрый день или добрый вечер мужчины женщины если женщины относятся к 27 февраля то значит и женщины но в основном мужики поздравляю всех вас с праздником 21 февраля желаю вам всем здоровья крепкого потому что наше время это не хватает вашим семьям мира добра чтобы у нас не было войны чтобы у нас был всегда мир ну и чтоб наши политики всегда умели только договариваться дипломатически но рыбакам желаю как говорится ни хвоста не чешуи вот как празднуем мы рыбаки в тайге этот мужской день за чашечкой чая на снегоходе на берегу прекрасного озера палатка печка тихий прекрасный день чего можно еще больше в этом мире желать хочется чтобы так было всегда вот но к сожалению не у всех всегда все получается процесс зачистки лунки я не стал вам показывать это такая трудоемкая работа ну вот я прошел весь ряд прочистил ничего вообще даже живцы все живые и вот завершающий жерлица я такой раз а что-то дергает а что-то дергает думаю неужели целый ряд прочистите и вот она дергает давайте посмотрим по рыбачим что же здесь налим или щука тянется так-то лично скорее всего налим налим как он взялся смотрите как он взялся первый раз вижу налим вот так вот взялся за губу за губу взял едва-едва вот это да то есть практически даже не заглотил сейчас мы щипчики возьмем но это хороший налим я его отпускать не буду это хороший налим 2 килограммовый этого мы заберем с собой несмотря на все это я уже думал вообще рыба ушла отсюда вот такой вот налимчик весь поцарапанный пока цены ты где лазил чумазы с 23 февраля но мелковат можно сказать какой рыбак такая рыба да не это только начало сейчас что-то не погода снег ветерочек начинается мерзко такая ну нормальная погода я думаю что даже это где-то рыбная вот поэтому сейчас вот ближе к обеду после обеда разъяснется этому тут флажочки будут прыг-прыг-прыг но мы поехали дальше да дорогой не долго думая жерлицы себя заставляют ждать прочистил 2 на дальнем кордоне дай-ка проверю жерца а живец-то сопротивляется думаю неужели подрос живет до людей средногами опять ты малыш вы беретесь а ты бог ты май о ей о ей о ей о ей сколько бы норово По-моему, ты заглотил хорошо, поэтому падешь на колбасу. Да, ну вот, еще один, еще один. А мы дальний кордон только начали проверять. Так что, ну это тоже лунка рабочая, неоднократно доставал на ней, поэтому вытаскиваем жирца, крючок, вставляем новый, продолжаем путь дальше. Пока, долго думая, недолго, завершая практически всю зачистку наших жерлиц, ну, можно сказать, два налимчика. То есть, вроде бы и погода такая, благоприятствующая для рыбалки, но пока тишина. Вот на предпоследний флажок, опять зачистил, потому что это лунки свежие, прям чувствуется такая тяжесть. О, вот он прям дергает. Это налим, конечно. Вот, возможно, небольшой, а возможно, большой. Тут такое дело. Так, 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 о, о, идет, идет, идет на лимас. Вот так. Вот такой вот сегодня покрупнее, чем вчера. Вчерашних мы выпускали, а сегодняшние чуть-чуть покрупнее. Самый съедобный, молоденький такой, мяско у него нежненькое, вкусненькое. Ну что ж, будем забирать, отлично. Какой-нибудь интересный экземпляр. Ну, еще-то жерли, молчат, думают, что за фигня. Надо хоть как-то себя порадовать. Так. Ну, такое, такое, что-то, опа. Друзья, я скажу, ух ты. Друзья, смотрите, какой крокодоз. Елышкин, вот, с чумой щуки, получите, распишитесь. И с этой стороны, обалдеть. Да, такая пятера, праведущая. Огромная. Капец. Я бы так назвал. И вот, как только, хороший трофей. Не дала щучка мне кашки покушать. Смотрю, вышел, флажочек стоит. Я даже не знаю. Может, просто растащила. Нет, непросто. Непросто. Тяжелая, ребят. Тяжелая. Тяжелый налимчик. Вот такой налимчик. Ух ты, какой он длинный. Ох ты, мне палец придавил. Какой он. Ух, мощь у него. Давит такой атмосфер. Как говорится, раздробить может. Шутка, конечно. Так, рыбку точно раздавит. А вот, палец нет. Ну, это уже хорошенький дневной. Такой зачетный налимчик. Ну вот, с 23 февраля то щучка, то налим. То щучка, то налим. Прям праздник какой-то. Ну что, рыбалочка продолжается. Еще одна размотка. Посмотрим. О, сидит, друзья. И причем такой очень тяжелая сидит. О, вот это да. Тяжелющее. Притяжелющее. Ух ты, размотал-то. Идет уверенно. Ух ты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. По-моему, щука. Друзья, это щука. Так. Спустим ее чуть-чуть. Блин. Уж. Вот вам и карбоновые палатки. Извините. Выругался. Блин. Ну что, друзья. Валежника мы сделали. Теперь задача развернуться снегоходом в обратную сторону. Вот. А где разворачиваться? Тут никто автострады не придумал. Фу, как тяжело. По колено в снегу идти. Я вам скажу. Сейчас буду вот здесь. Ребята тут экспериментировали. Разворачивались. Ну, давайте на нашем снегоходе Skydu BRP. Grand Touristique 1200 LE. При очень узкой гусянке. 38, по-моему. Но 175 лошадей. Развернуться на этом пухлике. Я не знаю. Застряну, не застряну. Спасибо, есть друзья. Они помогут. Если что, вытащат. Но это на крайний случай. Представим, что мы в лесу одни. А нам нужно развернуться. Подожди. Подожди. Стой. Не уезжай. Стой. Сейчас я развернусь. Ну, вот. И друзей нету. Друзья уехали. Значит, будем в одно лицо. Значит, действительно. Мы в лесу одни. И у нас нет выбора, что нужно повернуть машину назад. Ну, ладно. Хороший разговор сливать. Давайте заводить снегоход. Ну, что? Как говорится. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну вот. Чего и требовало доказаться. Мы застряли. Что мы в этом случае делаем? Протаптываем его. Питаемся. Ну-у-у-у. Летится и дыр. Все, приехали, друзья. Вот так. Снегоход Гран-Туристик. Все, приехали, друзья. Вот так. Снегоход Гран-Туристик. Не предназначен для таких пухляков. Ну вот он, пухляк. Хорошо есть люди. А вот если ты один в тайге на таком снегоходе, ну, может быть, был бы радиус больше, он бы, конечно, возможно бы и прошел. Как сидит мой снегоход. Он сидит хорошо. По самой не хочу. В сугробе. Вот как-то так. Одни лампадочки видны. И все. Скиду зарыт в снегу. Ля-ля-ля. Ну что, можно сказать, 23 февраля отмечен. Зарылся. Ради самоутверждения и себе доказать, что лишний раз в одиночестве в такие дебри не лезь. Лучше вот так вот бжик-бжик-бжик-бжик-бжик-бжик-бжик и развернулся. Это того не стоит. То есть, я сейчас тут энергии потратил весь свой обед и весь свой завтрак, наверное. Вся энергия ушла. А вокруг не души. Я один. А уже сумерки. До палатки 30 километров. Два пути. Два варианта. Или сидеть ждать, пока кто-нибудь поедет. Или шапку в руки и вперед пешком 30 километров. Ну а если уже кто приедет, поможет, потом подъедет, выкопаем снега. Ну вот как-то так, друзья. Пошли пешком до палатки. Сумерки. Вечер наступит быстро. Уже иду километров 6. Прошел еще 24 километра. Пешком. Тяжело. Ну, по накатанной дороге-то хорошо идти. Но расстояние все равно большое. А вокруг снега, слава богу. Мороза нету. Ветра нету. И я иду. Тут одна скорость. Первая. Все, садись и вперед пошел. Немножко, оказывается, нужно было. У меня вот лопаты не было. Ничего не было. Была только бензопила. Мало мощей. Мало мощей. У меня, кажется, больше мощей нахуй. Мама, зря выключил камеру. Наш друг перевернулся. Вот. Сейчас пойдем его спасать. Поднимать. А, поднялся. Спасибо. Люди ехали мимо. Остановились добрые. Вот. Меня. Я, правда, прошел километров пять или семь, по-моему. Они ехали. Я говорю, помогите. Раскачай его. Раскачай. Все, все, повис. Сейчас, пожалуйста. Сейчас. Пойду помогу. Давай, давай. Давай, давай. Что делаем? Все, кто вперед ухаживает. Давай, давай вперед. И вперед езжай. Сейчас на левую сторону выходи. Как по накатанному, как по накатанному, все, дорогу нато катали. Вот такое столпотворение, мы, короче, на берегу реки, там сзади наледь, ну, в общем, тащим снегоход. После всех праздников проверять жевлицы. Вот стояла там жевлица, но пустая, не стал показывать. И вот еще одна, но здесь я чувствую прям очень серьезно, прям тяжеленько, тяжеленько. Главное его не напугать, не напугать его, главное, идет хорошо, уверенно, пока я его тяну. Но там тяжеленько, даже, о, нифига, это щука, ребята, тяжеленькая щука. Крючок надо брать. Потихонечку ее заводим, 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 заводим. Поперек стало. Вот это там серьезное. Ха, и как ее? Она в лунку не хочет взять. Поперек стоит. Поперек стоит. И как ее теперь завести в лунку? Ух ты ж, елки-палки. Вот это да. Там очень большое, ребята, стоит. Ого-го. Блин, напугал, напугал ее. Напугал, напугал. Я ее напугал. Действительно большое. Друзья, опять пленек стал. Ой, господи. Вот это, это вчерашний подарок мой. Походу, Нептун мне его. Ой-ой-ой, опять уходит. Вот это да. Блин, интересно, я причесан, нет? Вот это да. Опять поперек стоит. О, не, пошла-пошла-пошла-пошла-пошла-пошла. Да, елочкин кот. Я же думал, тут действительно. А тут, как оно так? Каких-то 2-3 килограмма вот так поводило. Обалдеть. Ну что ж, зачетненько, зачетненько. Такая хорошенькая. А как она игралась. Молодец, профессионалка прям. Не первый раз уходила, походу. Красавица. 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 Продолжение следует...